В этом бассейне, то есть в своем доме, дельфины проводят большую часть времени. Просыпаются, как правило, в 8 или в 9 утра, завтракают, а затем у них начинаются тренировки. Представление проходит в главном зале, а сюда пускают только сотрудников Океанариума. Но накануне дебютной шоу-программы для журналистов сделали исключение. Впрочем, белобочки Ами и Смоки к вниманию привыкли, никого не боятся. Тренер Олеся с ними занимается уже больше года. Сейчас в бассейнах Приморского океанариума живут 18 млекопитающих. Это 8 дельфинов, 4 морских котика, столько же белух, севуч по кличке Айк и морж Миша. Присматривают за ними 12 профессиональных тренеров, но выступать пока могут не все животные. Например, у морского льва период полового созревания. Парень в любви, ему пока не до сцены. Он в этом году стал мужчиной у нас. И сейчас март месяц, и пока опасный становится. Показательные уроки для зрителей проходят дважды в день, кроме среды и понедельника. В 11 утра и в 15. В остальное время животными занимаются в их детской комнате. Самыми эмоциональными здесь называют белых китов. По ним всегда видно, устали они или нет. Обычно, если белухи отказываются выполнять команды, значит, пора идти отдыхать. Иногда этому радуются и сами спортсмены. Скажем так, нелегко в плане того, что когда тренировка, то есть водная программа, все равно ты в воде постоянно, вода выматывает, как ни крути. И вот эти вот постоянные, прыгнул в воду, вышел обратно, прыгнул в воду, вышел обратно. То есть, оно выматывает все равно, по большей части даже эмоционально. А для того, чтобы животные были в форме, необходимо и сбалансированное питание. Ежедневно только на одного из подопечных уходит от 15 до 20 килограммов рыбы. Больше всех, конечно, ест морж Миша. При этом ему не за что переживать. Он знает, как можно быстро похудеть. Упражнение на пресс – одно из его любимых занятий. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.